привет никогда раньше не сажала рассаду в этом году я решила посадить рассаду сажала я рассаду 10 дней назад начинала 29 марта потом 30 сажала 31 до этого я просто взяла замочила несколько пакетиков на ваточки хотела прорастить семена не знаю почему такая мысль мне пришла прорастить мои семена может быть сказывался школьный опыт когда мы на биологии раньше сажали не сажали а проращивали семечки фасоли в общем чем не толком не получилось я решила просто тогда уже закупить специальный грунт и по мере нахождения освобождения всяких емкостей ваша специальных емкостями не было я начала садить всякие растения вот я посадила значит огурец сюда огурец родничок вот тут за 10 дней вот такая мне рассада получилось родничок f1 это я так понимаю гибрид ничего такая приличная рассада вот семечка на листике потом вот еще один огурец посадила это хорошо сошел это пионер f1 вот такие у меня побеги ростки очень хорошие еще один огурец зазуля ну вот только за 10 дней зашел вот один росток и вот еще один за 10 дней еще один раз точку мне пробивается у нас сейчас в общем краснодаре очень тепло выше 20 градусов доходит моя рассада стояла сначала на окне и я заметила что у меня рассада стала вот такая какая-то не очень хорошая это у меня новичок розовый томат вот за 10 дней вот я показывала огурец зазуля плохо прорастает у меня это у меня новичок розовый не знаю что это помидор вот еще у меня один помидор дебарао розовый слышала что это вроде прям говорили такой элитный помидор не знаю семена были недорогие я вот накидала но пикировать еще рано потому что всего два листика у них вот еще только вот я вижу третий появляется некоторых а нужно что было четыре листика чтобы их пикировать поэтому я еще не решаюсь это трогать вот это балконное чудо томат тоже 10 дней нему ну пока вот так выглядит это томат белый налив вот такая схожесть у меня немножко какая-то там как паутинка такая вот плесень что ли появилась не знаю но пикировать еще рано потому что он еще маленький росточки маленькие огурцы тоже рано потому что нету четвертых листиков и третьих а вот это у меня сибирская серия я уже не удержалась и распекировала эти помидоры потому что они росли у меня очень такие были вытянутые я их распекировала не удержалась и вроде пока они живые вот это тоже два дня назад я распекировала помидорчики это новичок розовый вот из того стаканчика я немножко попыталась распекировать не дождавших четырех листиков но пока вот есть немножко у меня потери но я считаю что это хороший такой процент у меня выживаемости вот это у меня тоже немножко распекирована потому что они стали тянутся мне пришлось их посадить я видела петелькой посадила их и эти помидоры так складываешь его так немножечко и таким вот даже корень немножечко отрываешь в общем я рискнула и попробовала так вот это я распекировала у меня специальный ящик я тоже распекировала сюда помидорчики вот в баночку сюда я распекировала такие специальные кассеты в них ставится еще одни кассеты чтобы вода сливалась вот это у меня уже крышочки с дырочками не знаю что получится тут вот у меня все завяло откуда я это пикировал огородное изобилие вот оставалось несколько я их оставила там что-то не такие сериала и квелые не знаю вырастут они не вырастут в принципе огород у меня небольшой так что сажалось все с расчетом на потерю после того как я пикировала эти помидорчики хотя у них только еще семидольные листики и пикировать их не разрешается но я рискнула потому что они начали уже вянуть у меня вытягиваться я их на сутки поставила в темное место значит смотрите сначала у меня мои стояли все растения стояли на окне очень жарко у нас сейчас растение у меня похоже что горели просто они меня горели поэтому я решила их чтобы они не все не сгорели я их решила переставить вот сюда на кухонный стол под синюю лампу который освещает мой рабочий стол также у меня не было речки я подумала магазин если есть возможность съездить и взяла вот такой фарфоровый чайничек из старого сервиза шикарнейший был сервиз такой фарфоровый дело старый чайничек я не устала поливать аккуратненько так очень удобно кстати поливать им наше растение сначала мучилась и стакана пошли огородник неопытный вот такие у меня получились мои значит помидорки вот такой у меня огород на рабочем столе моем такие помидорки и огурчики не получились кстати лейка моя это мне очень нравится вы очень шикарный сервиз золотом очень удобные поливать не могу даже покупать лейку специально пластмассовую ну вот это моя можно сказать гордость почему это моя гордость потому что эти семена я сделала сама прошлом году я ела какой-то хороший помидор соронька мне он очень понравился я его взяла из него выковырив аккуратно семечки название я не знаю может быть это даже знаменитый парадайз или просто розовый крупный честно говоря вот я уже не помню просто я выковыриваю еще семечки но они не взошли а это я бросила очень много вот видите всходы вот прям семечки наверху на листьях это не как вышли помидорчики вот это вот я лично семечки приготовила для этих помидорчиков не знаю что у меня получится так они густо у меня посеялись это сына у помидора крупного большого будет ток или нет я не знаю сейчас многие огородники говорят что надо делать дырки на стаканах другие видела что не надо делать дырки могут на рассаде у меня нет дырок хотя я вижу многие огородники сейчас сажают прям такие ящики деревянные сажают рассаду на такой размах не замахиваясь я так хотела понемножечку сначала я пакетики с магазина так вроде посыпала в одну емкость другую а потом азарта владел я начала их сажать и сажать вот через десять дней вот так моя рассада выглядит может не очень хорошо не могу рти каша прекрасно выглядит очень хороший мне очень нравится мои огурчики смотрите так это пионер очень красивый пионер прям такой лампа у меня вот обыкновенная такая которая люминсцентная наверное да называется горит надо рабочим по столу я заняла тут все место с подоконнику мне широкий но я оттуда убрала все свои растения вот единственное говорю что вот из всего пакета один зашел это у меня зазуля знаменитый сорт который любят все огородники почему-то вот и второй только через десять дней 2 семечка там проклевывается вот так я считаю что они плохие помидорчики и пикировку вот это пикированные неплохо перенесли хотя огородники в таком возрасте не пикируют мои помидорчики посмотрим что еще дальше будут помидорчиком грунт я покупаю